Чтобы новый аппарат КТ мог начать работу, в специально спроектированном помещении больницы сделали капитальный ремонт, уложили новое бетонное основание. Сейчас в медицинском учреждении два аппарата. На первом этаже для экстренных пациентов, ему уже 8 лет. Новый для плановых, причем абсолютно разных отделений, хирургии, гинекологии, кардиологии. Всем пациентам проводятся обследования по показаниям. Но так как преимущественно у нас травматологический профиль отделений, большинство отделений травматологического профиля, то и большинство, конечно, у нас пациенты с тяжелой сочетанной травмой, пациенты с черепно-мозговой травмой, нейрохирургического отделения. На новом томографе, в отличие от того, который прослужил врачам 18 лет, обследование длится гораздо быстрее. Он безопаснее, да и картинка, которую видит врач на мониторе, более качественная. Новый 64-срезовый, отслуживший 16-ти. Специалисты говорят, этим все сказано. 10 секунд и отдельная область организма полностью исследована. Еще полчаса и врач поставил диагноз. Это снимки больного, который после встречи с быком поступил в тяжелом состоянии. И без КТ исследование мог и не выжить. Поэтому томографию провели оперативно. Это позволило нам диагностировать множественный перелом ребер, грудины, определить фокус нестабильности грудной клетки, выполнить устья синтез грудины, что позволило пациенту снять с искусственной вентиляции легких, соответственно профилактировать развитие инфекций, внутрибольничных инфекций, пневмоний, уменьшить реанимационный период. Мужчина по-прежнему в тяжелом состоянии, но жизнь ему спасли. Кстати, новый томограф в больнице скорой помощи начали использовать для обследования пациентов в сентябре. Сейчас он работает на полную мощность. Вот смотрите, вчера, в общем-то, такой спокойный день был. У нас было произведено 64 КТ исследования. Из них 40 были произведены на этом аппарате. По словам главного врача, в больнице еще остается оборудование, требующее замены. С удовольствием бы поменяли и тот КТ-аппарат, который служит учреждению с 2014 года. Он уже неоднократно ломался. Но это возможно лишь при условии попадания в какую-нибудь федеральную программу. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.